Всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с очень важным храмом в жизни буддистов под названием Ват Оуналом. Этот храм находится на набережной реки Тонлисап недалеко от королевского дворца. Храм был построен еще в 1443 году и с тех пор в нем хранится волос брови Будды. Ват Оуналом в переводе с ксмерского означает храм брови. В храме находится 44 строения и это главный буддистский храм Камбоджи. Здесь находится резиденция главы буддизма Камбоджи и действующий монастырь. К сожалению, во времена Полпота храм был сильно разрушен и разграблен. Богатейшая буддийская библиотека из 30 тысяч томов была сожжена. Монахи убиты. Позже храм был восстановлен, но монахов и библиотеку уже не вернешь. Вход в храм совершенно бесплатен и работает он с 6 утра до 18 вечера. Храм довольно тихий, туристов почти нет. Конечно же, нужен соблюдать тресс-код. Это прикрытые плечи и прикрытые колени. Можете ходить куда угодно, вас никто не остановит, везде пускают. Это единственный храм в Твомпене, по крайней мере, где с меня не питались собрать денежку и не останавливали. Ты сюда не ходи, ты туда ходи, снег в башкал попадет. Здесь такого совершенно нет. Здесь можете просто расслабиться и погулять. Территория не очень большая, ведутся еще ремонтно-восстановительные работы, но храм стоит того, чтобы его посетить. Еще одним неиспоримым преимуществом этого храма есть то, что он не превращен в автостоянку и на его территории чисто, опрятно. Здесь живут только монахи. А вот это чудо-машина делает тростниковый сок. Можете попробовать. Сразу же возле храма ведутся работы строительные. Как видите, стройки идут полным ходом. А так здесь ставят плитку. Я был просто в шоке. Наверное, шестилетний мальчик сделал бы намного лучше. Но Камбоджа им видней. А вот это вход в крутой клуб. Видите кассеты? А площадь перед королевским дворцом моют даже шампунью. Представляете себе? Единственное место, где используется шампунь для мойки. Да, территория действительно чистая, чистая. И здесь еще очень-очень много голубей. Здесь их принято кормить. Ну, это, наверное, что-то связано с буддизмом. Можете научиться делать лаваш по-камбоджийски. Такая переносная кухня. На территорию королевского дворца я не заходил. Почему? Да потому, что большинство сооружений там на ремонтных работах. А некоторые те, что открыты, не пускают или не позволяют делать видео-фото. Смысл? Оплатить нужно. Кстати, это китайские туристы. Ну, вы же знаете. Большая толпа, значит, китайские туристы. Ну, здесь, да, чистота и порядок. А это площадь за королевским дворцом. Она огромнейшая. Здесь тоже можно погулять. Единственный минус, это то, что спрятаться от солнца здесь не получится. Деревьев нет. А это монумент дружбы народов Вьетнама и Камбоджи. А я плавно перемещаюсь из одной площади на другую. Для того, чтобы показать вам еще одну достопримечательность в Пномпене. Эта площадь еще больше предыдущей. И она тянется, ну, наверное, на добрый километр. Здесь также нет деревьев, но есть два монумента. Один посвящен монарху в Пномпене. А другой это монумент независимости. От чего? От французов. Хотя, наверное, лучше бы, чтобы французы все-таки остались. Пока бродил по этой огромной площади, наберем на фотосессию выпускников, но непонятно чего. Последний взор на площадь перед Колесским дворцом. И сейчас я вам покажу вечернюю променадную улицу, то есть набережную Пномпене в вечерний час. Как видите, вечером здесь просто столпотворение. Здесь упорно занимаются физкультурой. Ездят макашницы. Ходят толпы как туристов, так и попрошаек. Запустились лодочки. Они возят туристов за 5, 10, 15, 20 долларов. В зависимости от того, что они предоставляют за эти деньги. Многие лавочки заняты, особенно местными. Они любят, как оказалось, вечером покупать какие-то непонятные для меня, по крайней мере, блюда и выходить сюда на лавочки или садиться возле лавочек и кушать это все. Вот так выглядит набережная. Они вот садятся и смотрят на этот мусор и кайфуют. К вечеру к набережной также приплывает множество лодок рыбаков. Они здесь и живут, и кушают, и работают. Ну а это, как вы видите, лодки для туристов. Одна круче другой. Все на показ. Очень популярна на набережной такая игра мечом. А еще очень популярна такая аэробика. Особенно она увлекает пожилых людей. Как видите, под эту музыку кайфуют даже туристы. А сейчас я поведу вас в район храма Оуналом и покажу, что же там делается в вечерние часы на набережной реки Тон-Лесап. Вот храм. И с обеих сторон, ну пока что с одной, его окружают бары, рестораны. И тут же с другой стороны также строится какой-то туристический комплекс. Не очень-то приятное соседство для буддистов, думаю, будет. Здесь же напротив этого храма есть памятник всадникам. И, как видите, здесь тоже кипит жизнь. Набережная очень и очень длинная, она тянется буквально на километры. И если вам захочется сделать утренний или вечерний променад, гарантирую, есть где погулять. Кстати, видите эти флаги? В 2015-м здесь были флаги разных стран. Теперь же остались только флаг Камбоджи и буддизма. А вот это один из крутых клубов Кномпене. В вечерние часы на побережье реки Тон-Лесап выходят даже монахи. Благодаря китайцам здесь продают всякую ерунду самую настоящую. А сейчас где-то часов 7-8 и видите какой трафик. И какие автомобили здесь ездят. Это снова небольшой храм, он какой-то важный, потому что здесь очень много буддистов. И вот такая вот красивая подсветка пальм. Хоть какой-то кайф. А по этой небольшой лейке разместились, кто бы вы думали, гадалки. Да-да, их здесь много и кстати они здесь очень и очень популярны. Ну а вот я дошел до одного из концов набережной и покажу вам теперь река Тон-Лесап. И вот дальше вдаль смотреть она объединяется с рекой Меконг. На сегодня все. Спасибо.